всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я все еще не потерял надежды завлечь вас в ряды домашних изготовителей колбасы вы не представляете насколько это прикольное дело я испытываю настоящий фан когда делаю колбасу и начинать вам советую самого простого и самого беспроигрышного варианта я говорю про куриный рулет да я вам уже показывал пару рецептов куриных рулетов один здесь другой здесь но вот в этом рецепте я все делал в пленке для запекания и оборачивал в куриную шкурку и он выглядел внешне при разрезе не очень аккуратно и не очень красиво хотя был безусловно очень вкусный этот рецепт это вообще тема с дальнейшим запеканием не знаю с обжарили угловом фритюре а я говорю про рулет который можно есть как колбасу и сегодня я вам покажу совершенно потрясный способ приготовить очень эффектное блюдо эффектно для подачи на стол к празднику которая позволяет проявить вам фантазию в полной мере а могу вам это показать и посоветовать в том числе потому что я наконец-таки сумел договориться с совершенно замечательным сайтом и магазином ем колбаски и я получил от них от хозяина магазина от павла совершенно замечательный подарок здесь на самом деле очень много всего тут недавно ко мне приезжали друзья из россии и привезли целую груду финтефлюшек из этого магазина тут глаза разбегаются от всех возможностей я сегодня буду использовать только две из этих возможностей во-первых это сетка для удобной упаковки рулета но сетку вы мне уже видели вот эта сетка а во-вторых на во-вторых вот коллагеновая пленка именно из-за нее все издевалось это крайне удобный способ приготовить рулет все остальное в какой-нибудь из следующих разов посмотрите что есть только есть а совершенно замечательная фиброзная оболочка это для кремлевских колбас эффектная такая же фиброзная оболочка с рисунком под плесень целая куча разных уже готовых смесей выберенных на заводе смесей пряностей тут и для сервелатов и копченых колбас и мартаделлы и что самое мне порадовал самое большое это вот эти вот два пакетика но не стучи раз и сейчас сказать в этих двух пакетиках культуры бактерий для приготовления сыровяленых колбас с при применении этих культур совершенно не обязательно выдерживать первые там сутки двое-трое для возревания колбас при низкой температуре эту самую колбасу здесь уже этот культура развита она угнетает все ненужные все гнилостные бактерии фарша и создает классный аромат но я заболтался давайте уже перейдем к нашему сегодняшнему рулету только сейчас уберу и так прибрался можно начинать чем хорош куриный рулет это беспроигрышный вариант готовить его можно из любой птицы только из курицы только из гусятины только из утятины только из индейки из различной смеси этих видов мяса например или свинины я сегодня использую куриные ножки красное мясо индейки и утиную грудку с утиной грудки я предварительно сниму шкурку салом мне кажется в сегодняшнем рецепте она не нужна если небольшое количество сала конечно останется на грудке страшно ничего не будет вот это вот утиное сало со шкуркой я ни в коем случае не выбрасываю это совершенно замечательное сырье для приготовления шкварок и для вытапливания жира а этот жир я использую при приготовлении бляша если кто-то из вас пропустил щелкайте вот сюда и смотрите совершенно потрясающий татарский пирог закрытий просто фантастика это без всякого сомнения мое самое любимое блюдо и потому что это память детства потому что действительно очень вкусный хотя лучше всего конечно его готовить на гусиным жиру с добавлением гусиного же мяса но даже из говядина он исключительно хорош так но вот замечательное сало это мы его отложим вот утильная грудка я нарежу ее полосками не такими толстыми на поменьше почему полосками для того чтобы в готовом рулете это выглядело красиво пропорции для приготовления сегодняшнего рулета я обязательно укажу под описание видео заглядывайте туда и изучаете да не сказал что еще нам понадобится для приготовления сегодняшнего рулета ну во первых конечно мясо про коллагенную пленку и про сетку для удобства я вам уже сказал обязательно понадобится нитритная соль без нитритной соли конечно можно приготовить рулет но во первых у него не будет вкуса ветчинности а во вторых не будет красивого красного цвета ну и в третьих всегда существует опасность бутулизма я же не знаю где вы покупаете ваше мясо может быть там есть от возбудитель кластридиум бутулинум нитритная соль нормальный бычонок правда я это 10 килограммовое ведро заказал у немцев через интернет и конечно никогда в жизни я такое огромное количество этой соли не использую но у вас есть совершенно замечательный выход обращайтесь в магазин ем колбаски и заказывайте и там там есть гораздо более маленькие упаковки буду пользоваться и так я порезал утиную грудку сейчас же выложу в эту посудину уже нарезанные кусочками красное мясо индейки и мне остается только подготовить курятину с курятиной все немножко сложнее дело в том что для того чтобы в составе рулета получилась такая желирующая масса туда нужно будет добавить немного небольшое количество шкурки куриной эту куриную шкурку я собираюсь измолоть мелко в блендере сразу добавь туда пряности магазин ем колбаски на мой взгляд этот магазин хорош еще и тем что его хозяин павел колбасный технолог и на сайте этого магазина есть форум где павел и другие единомышленники его делятся рецептами и это рецепты в отличие от подавляющего большинства того что можно найти на различных форумах и на ю тубе тем более это рецепты профессионала он дает понимание как и что нужно делать чтобы получилось все правильно и если вы заинтересуетесь я надеюсь вы заинтересуетесь процессом приготовления различных колбас то на этом форуме без всякого сомнения почерпите целую уйму цен информации по крайней мере я на половину своих знаний по колбасному делу черпал именно на этом форуме все мясо я нарезал сложил все в чашку у меня получилось 2 килограмма это вместе с весом шкурки шкурку положил в блендер предварительно ее порезав помельче чтобы она легче в блендере измельчалась отдельно завесила соль что касается соли среднем на килограмм фарша при колбасных при изготовлении колбасных изделий кладут 20 граммов соли причем из этих 20 граммов часть нитритной соль и часть обычно поваренная нитритная соли тоже обычно поваренная соль но с добавлением нитрита натрия про нитрит натрия я уже неоднократно говорил еще раз напомню что у меня нитритная соль содержание нитрита натрия 0,4 процента поэтому в фарш я ее кладу из расчета 10 граммов такой вот нитритной соли на килограмм фарша а остаток добиваю обычный поваренный что касается изделий из курицы куриных рулетов на мой вкус 20 граммов для куриных рулетов это многовато общая соленость вот мне нравится 18 граммов поэтому у меня получилось на эти два килограмма я положу 20 граммов нитритной соли и 16 граммов поваренной то есть получится у меня 1,8 процента соли на килограмм этого мяса запуталась наверное не морочь себе голову загляните в описании видео и все там прочитаете чеснок мне нравится когда рулет из птицы очень чесночный не всем такое нравится я не настаиваю и вы выбираете набор пряностей под ваши рулеты на свой вкус я наверное положу где-нибудь две трети этой головки тоже предварительно измельчить все в блендере наверное вот это у меня одна треть в дело не пойдет а все остальное надо почистить сначала отрезаю хрустовые части а потом раздавлю все и сниму обязательно сейчас начнутся вопросы можно ли делать без нитритной соли можно делать без нитритной соли тогда при тепловой обработке ваш рулет потеряет свой красивый красный цвет просто будет серого цвета ну как как буженина принципе ничего страшного нет но у рулета не получится вот этого характерного вкуса ветчины что на мой взгляд достаточно сильно объединяет его вкус но ничего страшного конкретно страшно не произойдет получится просто немного другой по вкусу рулет как вы знаете как я уже сказал нитрит натрия в этих минимальных дозах кладут в том числе для того чтобы продукт сохранил свой красивый красный цвет я вам уже рассказывал в отдельном ролике когда готовил мясо что однажды при запекании свинины я в составе начинки рулет свинины запекал духовке состав начинки вел пучок петрушки так вот труска зеленая свежая так вот после запекания на разрезе те места мяса которые соприкасались с этой петрушкой имели ярко красный цвет прямо до неприятного красный цвет количество азотных соединений нитратов нитритов которые сохраняют розовый цвет у мяса реагирует гемоглобин гемоглобин и меглобином ветру в метрушке в свежий но в любом в любых зеленых там травах салатах прочих гораздо больше чем нитрита натрия который мы добавляем с нитритной солью в продукт поэтому сами решайте принимайте вообще решение за себя стоит ли вам использовать в порошочке нитритную соль или не использовать зелень то все едят правильно немного порублю чеснок чтобы мельче и легче измельчался составе вот это вот смеси для липкости вы видите какая огромная гора получила чеснока вы не смотрите на меня я очень люблю чеснок и возможно на ваш вкус этого количества будет слишком много ориентируйтесь на свой вкус пример вы же котлеты делаете знаете сколько вы чеснока кладете на котлетный фарш вот и здесь добавляете по тому же самому принципу вот сколько вам нравится фарши для котлет чеснока столько же кладите и в составе рулета высыпаю сюда соль и перец что касается перца еще она не только перец наверное положу положу еще и кориандр кориандр на мой взгляд на мой вкус это идеально подходящая к птице пряность так по количеству вот у меня есть такая большая достаточно ложка нечто среднее между чайной и столовой вот положу полную наверное кориандра так и перца перца наверное также чуть больше положу и все это надо измельчить я не буду измельчать это в труху мне нравится когда рулете крупные кусочки попадаются дробленого перца кориандра а вы полагаетесь на свой вкус может измельчить ступки в кофемолке наверное так будет достаточно и остается перемолоть сначала в сухую что я имею ввиду в сухую дело в том что для того чтобы рулет был сочный в него нужно добавлять воду из расчета 10 процентов воды на фарш то есть именно два килограмма фарша поэтому нужно 200 граммов воды добавить и тщательно перемешать чтобы эта вода впиталась в мясо поэтому я сейчас измельчил в труху смотрите что получилось вот эту вот шкурку здесь разбился чеснок и сейчас понемногу буду добавлять воду и продолжать вымешивать или убить допустим вот так так вот смотрите что получается получается такая желеобразная перообразная масса это как раз таки сейчас начал эмульгироваться и жир который здесь находится и коллаген который содержится в шкурке замечательная штука как раз таки это то что мне нужно все вдали остаток воды перемешаю все процесс завершён остается все соединить и вымешать однако есть одна маленькая тонкость как настоящий колбасник одену перчатки для внешнего фарша так вот есть одна маленькая тонкость дело в том что когда фарш добавляются пряности чеснок появляется опасность закисания фарша поэтому рекомендуют добавлять пряности и чеснок состав фарша за 45 часов до начала набивки колбасных изделий у меня ни разу такой проблемы проблемы закисанием не было возможно потому что я всегда старательно контролирую температуру процесса и использую мясо в данном случае мясо птицы только доставку из холодильника например сейчас температура этого моего фарша не превышает это на 8 может 9 градусов возможно именно поэтому меня и не закисала никогда ничего если у вас не получится выдержать такой температурный режим то смешайте вот на этом этапе весь ваш фарш смешайте с солью и оставьте просаливаться в холодильнике часов на 8 на 12 можно даже на сутки а потом когда у вас появится время для набивки добавляете пряности измельченные добавляете вашу там шкурку охлажденную добавляете чеснок даете все это дело настояться 4-5 часов и после этого можете набивать либо набиваете не дав все это дело не дав этому вашему составу настояться и оставляете опять же на 4-5 часов при комнатной температуре для того чтобы пропиталась ваша пропитались ваше изделие ваши рулеты хорошенько всеми этими ароматами для того чтобы нитрит натрия прореагировал как можно более полно с меглобином гемоглобином составе на вашего фарша это дело должно происходить при как раз комнатной температуре 18-20 градусов если изделие отправлять на тепловую обработку сразу из холодильника то не полностью реагирует он и они получаются не такие розовые красивые ну и к тому же не забываем что при правильно проходящих процедурах тепловой обработки и выдержки вот этой тепловой перед началом тепловой обработки до 80 процентов добавленного вами нитрита натрия реагирует с меглобином гемоглобином в изделиях а согласно подавляющим большинству российских советских гостов содержание нитрита натрия в готовой продукции не должно превышать пяти тысячных процента да я изначально добавляю нитрита натрия столько в фарш что даже если он вообще не прореагируют то его содержание составите самые пять тысячных процента но почему лишь не прореагирующий этот самый продукт есть поэтому действуйте вот соответствии с этими рекомендациями вот смотрите сейчас уже практически вся влага вся жидкость уже впиталась фарш становится липким видите какое замечательно становится липким и все это дело можно отправлять в холодильник в холодильнике все это дело у меня настоится до завтрашнего утра завтра прям самого раннего утра я достану дело из холодильника и оставлю в при комнатной температуре часа на три на четыре съемка с набивкой рулета мне займет наверное час-полтора поэтому к моменту начала тепловой выработки красы пройдут необходимыми 4 часа для нагрева до завтра доброе утро все настоялась у меня вся начинка для рулета все мясо все пропиталось ароматами одеваю опять как видите как профессионал перчатки и сейчас буду набивать для этого мне нужно нарезать предварительно на кусочки коллагеновую пленку эту замечательную кусочки будут длиной приблизительно сантиметров под 35 по 40 как вы помните я говорил что у меня получилось около двух килограммов фарша с учетом добавленной воды чеснока сейчас общий вес всей начинки для рулетов составляет два килограмма 250 граммов плюс-минус какие-то граммы это значит что на рулет логично но чтобы он удобный был для поедания чуть больше полкилограмма уйдет у меня начинки приблизительно вот так что касается пленки пленку надо хранить ну в принципе коллагенную оболочку какую бы вы не брали нужно хранить герметично закрытой потому что она на воздухе за 45 дней стремительно пересыхает и становится очень хрупкой и плохо держит фарш однако я тут почитал на том же самом форме ем колбаски с удивлением обнаружил что есть люди которые чувствуют чувствуют запах этого самого коллагена и он им не нравится сам я никаких посторонних таких запахов ароматов с коллагеном не различаю так вот там на форуме была рекомендация что если вы относитесь к той несчастливой половине людей которым запах этой коллагенной пленки не нравится то можно отрезать заблаговременно эти самые листики и дать денечек проветриться им тогда этот запах ослабляется так я сказал что у меня такой проблемы нет с излишней чувствительностью к ароматам коллагена я ничего проветривать не буду да я же вам не сказал сейчас ругать будете обязательно для удобства работы с фаршем вам понадобится хороший дорогой коньяк ну или по крайней мере такая вот круглая упаковка от него хотя конечно вы можете обойтись и просто куском трубы к примеру пластиковый по типу канализационный так будет значительно удобнее упаковывать рулет в сетку ладно поехали чего времени на терять если вам хочется добиться какой-то яркой особенной картинки обсыпки так сказать рулет вы можете предварительно посыпать крупномолотыми пряностями своими любимыми этот коллаген только потом укладывать в фарш тогда рулет будет более красивый но это если вы не боитесь переборщить с пряностями ладно что болтать поехали ну и давайте сразу уберем его сетку я его подхватываю здесь и смотрите все стянул остается перевязать концы и можно отправлять его на тепловую обработку давайте займемся следующими если у вас нет сетки и вы собираетесь перевязывать рулет только бечевкой то существует риск что вот это вот вот эта часть пленки коллагеновый отклеится поэтому прежде чем ее замазать заматывать в этом случае ее нужно намазать вот этим самым липким мясным соком тогда она приклеится так вот смотрите вот я беру и не намазываю вот эту часть тем самым липким мясным соком мясным чесночным если вы видели вот этот мой ролик с рулетом то помните как это мучился пытаясь запаковать в эту щетку куриный рулет без применения вот этой трубы поэтому очень вам рекомендую воспользоваться такой удобной приспособой так 2 рулет с овязкой все очень просто я по-моему показывал уже не раз и не два берем бечевку завожу руку обернул и цепляю за внутреннюю вот это вот конец у нас получилось вот здесь вот завязан узелочек а это удавочка всю эту удавку я сбрасываю сюда обхватил получше и подтянул эта сторона и поехали сюда и сюда бечевки которые вы используете лучше брать те которые хорошо скользят с ними просто удобнее работать видите все готово ну так как я не собираюсь подвешивать никуда эти рулеты то и петлю с вашего позволения делать не буду итак все вязал все подготовил вы обратили внимание насколько удобнее работать с коллагеновой пленкой нежели с пленкой для запекания просто чудо я чувствую что в ближайшие же дни я просто завалю семью различными рулетами мне она очень понравилась а что касается толщины рулета не надо стараться сделать толстенный он будет очень долго прогреваться в духовке а так как вы будете проводить тепловую обработку скорее всего в бытовой духовке то достичь правильной температуры очень сложно и чем толще продукт тем медленнее теплота проходит в самый центр куска рулет будет готов тогда когда температура в нем достигнет 70 72 градусов идеальный вариант конечно чтобы эти 70 72 были и на поверхности куска и внутри но и это можно выполнить это условие можно выполнить только используя автоматическую сувидницу а в духовке мы вынуждены выставлять температуру выше необходимы нам то есть 80 градусов поэтому чем толще кусок тем больший слой вот внешний больше получения слой внешне рулета достигнет вот эта температура 80 градусов который нам абсолютно не нужно а мы будем вынуждены ожидать когда наконец в центре в самом центре кусок дойдет до готовности до 70 72 поэтому если вы хотите максимально сочный рулет по всему объему они только в центре старайтесь сделать небольшого диаметра вот у меня они получились видите приблизительно наверное 7 сантиметров это я бы возможно сделал с ним метров пять с половиной шесть ну буду делать следующий рулет попробую ладно хватит болтать направляю в духовку что касается температуры не полагайтесь на те значения которые вы видите на термометре встроенном вашу духовку все эти термометры неизбежно врут я пользуюсь для точных измерений температуры вот этим агрегатом это термометр со щупом с тросиком он гораздо более точный дело в том что при приготовлении колбас беконов и прочие вот этой вот черкутерии как и здесь называют очень важно выдерживать температурные параметры при тепловой обработке буквально превышение на 1 2 там 3 градуса выше необходимой и продукт получается уже пересушенный это очень важный момент поэтому обзаведитесь наконец уже устройством подобного типа опережая вопросы я такого типа термометр разыграл в конкурсе и когда объявлял результаты конкурса щелкайте вот этот ролик и смотрите так вот в описании к этому ролику я дал ссылки на его и продавцов я не знаю хорошие продавцы или нет сам я покупал не на и вы это термометр а в здешнем магазине в местном но не важно где вы будете брать термометры вот подобного типа вас спасут и не только при приготовлении рулетов но даже при приготовлении стыков например или ребрышек на гриле на мангале короче обзаведитесь уже ждем доброе утро настал самый любимый мой момент проба того что у меня получилось вчера запекался рулет очень долго все-таки не очень удачно мягко говоря у меня духовка ну да ладно закончил я запекание глубокой ночью было уже наверно около десяти часов вечера на ночь я убрал в холодильник рулет чтобы весь сок который выделился жили ровался и давайте уже посмотрим что здесь получилось очень интересно красивый правда красивый пахнет здесь запах чеснока запах перца красота убирал я в холодильник завернув в обычную стричь пленку чтобы он не подсыхал коллагеновая пленка снимается с этого рулета она в принципе съедобная можно и не снимать запах запах чеснока достаточно сильный как я люблю вкус вкус он сочный он насыщенный рулет из птицы просто великолепен готовится очень просто и столько возможностей пофантазировать с пряностями с добавками сюда можно добавлять как я уже говорил в предыдущих выпусках можно добавлять чернослив можно добавлять вяленые помидоры если кто-то пропустил вот щелкать сюда в этом ролике я показывал как их вялить правда одно маленькое замечание очень много людей мне писало что они эти помидоры приготовили залили маслом оставили и у многих из них плесень все-таки стала появляться это говорит о том что споры плесени были на сухой траве которые добавляли в эти самые помидоры одна из подписчица сказала что у нее тоже такая была проблема но она стал заливать эти вяленые помидоры горячим маслом ну конечно не докипеть недоведенным но горячим и такая проблема исчезла поэтому если будете готовить помидоры то в избежание возможных плесени их может залить горячим маслом я вам очень советую не могу становиться начните готовить начните свою колбасную вапею вот с такого типа рецептов это это просто супер легко просто и не получится просто не может еще раз напоминаю что сегодняшняя продукция изготовлена при помощи товаров которые получил от магазина ем колбаски павел спасибо соберетесь готовить пишите звоните туда покупайте нитритную соль коллагенную пленку сетку и творить на кухне это здорово спасибо за компанию всем пока